Всем привет! С вами канал Артмания. И мы гуляем. Теперь гуляем. Надо было ее изначально покупать. Но она только в этом не видишь. Да, зайчик. Ты меня так разнесешь, Дима. Ты меня так разнесешь, если ты будешь ногами биться. Она к тебе и так привыкает эта коляска. Она думала, что ты совсем маленький. А тебе уже два года. Ты на колясочке у меня будешь кататься. Да? Мама совсем не хочет Дима отпускать одного никуда. Мама хочет, чтобы Дима был на коляске. Так удобнее, да? Сумку тащить не надо. Везешь себе и везешь. Да? Не переживаешь. Да, батюшки. Ходили мы на караван. Вот у нас караван такой. Хотела себе купить шорты дырявые. Ну, такие уже другие. Потому что я в своих хожу уже года три, наверное. Последние четыре. Те, которые я покупала в начале лета. Они с высокой посадкой. Я уже немножко поправилась. Они мне не лезут. И мама хотела купить другие шортики. А моего размера нету. Где-то временами. И везде высокая посадка. А высокую я не хочу. Спрятать свое пузо там очень сложно. Все будет мешаться. Мне нужна низкая. Ну, короче, там вообще на караване все. Для женщин таких полных. Женщин большие платья. Какие-то туники длинные. Там какие-то вообще все такое. Кошмар. Я помню, у ребенка была. Мы с мамой все время ходили сюда покупать одежду на караван. Там столько было интересной одежды. Я помню. Думала, вырасту, буду взрослым. Накоплю большую сумму денег. Приду и потрачу сюда. Пришла с большой суммой денег. А там даже купить нечего. В одном месте я только джинсы померила. За 500 рублей были джинсы. Но я решила взять. В принципе, они мне идут. Как раз сейчас весной их можно будет одеть. Будут немножко висеть. И прям посадка там такая низкая классная. Да? Да. 500 рублей всего стоили. Я взяла. Светленькие, красивенькие такие, молодежные. Только там мне показалось, что джинсы какая-то не такая. Поэтому цена такая, наверное. Как-то она тонкая немножко. Да? Ну взяла. Пускай будут. Все-таки за 500 рублей. И сейчас мы идем дальше. Сегодня мы будем готовиться, собираться. Завтра я уже. Вернее мы с мужем уже уезжаем на теплоходе. Дима останется с бабушкой и дедушкой. Сейчас мы пойдем еще в фикс прайс зайдем. Да? По пути может еще какие-то магазины одежды будут. Посмотрим. Можно будет подготовиться, собраться, еще докупить кое-что. Да. 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 Дима устал сидеть уже. Давайте капюшончик. Транвай ездит сюда. Тут у нас трамвай едет. Рюкзак как висит там просто. И пойдем дальше. То влог надо сделать коротенький. Обещала вместе с вами мои тюбики. Вот в этот чубик я хочу налить такое средство. Чистая линия, лосьон, тоник. По уходу за мордашечкой, за личиком. Вот. Так мы ее ставим. Здесь есть такая штучка маленькая. Надо повыше поднять. Вот так вот. И будем сейчас наливать. И пролить бы. А, ничего. Да, она еще. Хотя нет. Чуть-чуть жалко пролила. Вот так она выглядит. Зелененькая. Самое главное не забыть, что она зелененькая. Так. И мы ее закрываем. И проверяем. Нет, ничего не выливается. Как красиво она выглядит. Посмотрите. Прозрачная такая. Сюда вот я набрала свой тоник. Но самое главное, конечно, это тоник. Этот тоник очень мне нравится. Он с розой. Увлажняет, смягчает, успокаивает кожу. Вот мне нравится то, что она успокаивает. То есть, если прыщики появляются, им начинаешь мазать. Ну, вообще, конечно, надо каждый день мазать. И они как-то очень быстро исчезают. Если вот я покупала 100 рецептов тоник, то там вообще толку от него нет. Вот. А вот эта чистая линия мне очень нравится именно вот с розой. Потому что бывает такое. Прыщики все-таки появляются. Вот. Еще есть такой вот. А, я изначально же сюда хотела залить. Но не стала. Ладно. Здесь более что-нибудь, что-то жидкое. Ну, не знаю. Не буду ничего, наверное, класть. И есть еще вот такая баночка. Жалко, что она всего лишь одна. Я хотела положить в нее глину уже разведенную. Чтобы где-то среди недели намазать лицо глиной. Ну, маска маска. Вот. Ну, наверное, не буду делать этого. Потому что... Не знаю, короче. Решила не делать. Сегодня сейчас вот я сделаю маску. И как раз там где-то через неделю, где-то раз в неделю делаю. Еще сделаю. Ну, как раз я домой приеду и спокойно сделаю. Решила не делать. Решила взять вкусняшку побольше. Самое главное все-таки это тоник, конечно. Вот. Также сходили мы с Димой в фикс прайс. Мы купили целый мешок. 5 фикс мясок. И здесь она закрывает пачку чипсов. Вот. Залю ее пачку чипсов. 100 рублей она. 99 рублей. Да. 99. Вот. Там даже приз какой-то есть. Так. Взяла я Роллтон. Потому что на ужин я не наедаюсь. И мне нужна была именно вот эта вот упаковка. То есть, коробочка сейчас ее взяла. А на обратном пути ее просто выкинула и все. Вот. Также отжила такие штучки. Пухлый кролик. Люблю на самом деле вот такие всякие пельнюшечки. Не знаю. Попробуем. Тоже в фикс прайсе взяла. Где-то 27-25 рублей они стоили. По вкусам фландир. Не знаю. Мне кажется они вкусные. Вот. Еще я взяла Мэнтосы. Но они наверное у меня в рюкзачке лежат. До этого я вот взяла и потом вот еще взяла. Здесь сейчас у меня навальная одежда. Сейчас я начну собирать чемодан. И потом вам покажу, что я собрала. Вот. И на этом наверное закончим. Потому что мне кажется получилось больше 10 минут. А 15-20 минут вы уже не смотрите. Смотрите на этом. Смотрите на этом. КОНЕЦ Корректор А. ИНТРИТЕЛЬНАЯ КЛОРАТЕЛЬНАЯ КАКИ Продолжение следует...